В Москве объявлена ковидная амнистия. Органы государства власти в Москве с 1 июня перестанут взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Для компенсации ранее уплаченных штрафов правительство Москвы выплатит субсидии гражданам и бизнесу. КВ – основные положения ковидной амнистии, которую 25 мая объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти прекратят взыскание и ожидается, что вернут примерно 3,6 млрд рублей, как я уже говорил. Господин Собянин отметил, что ковидные меры в столице уже несколько месяцев отменены, однако штрафы, назначенные ранее, продолжают взыскивать. «Сегодня другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан», – написал он в своем канале в Телеграм. Кстати, если вы еще не подписались на наши каналы в соцсетях, то еще не поздно это сделать, чтобы получать новости нашего рынка буквально из первых уст. Но вернемся к механизму получения компенсации. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в Центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года, предоставив постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Масочный режим и социальную дистанцию в Москве и еще нескольких регионах Российской Федерации отменили 15 марта. Также были отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях, регулярное изменение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах. Мы ожидали послабления антиковидных требований и понимаем, что возможным драйвером выступили политические события, которые резко изменили внутреннюю и внешнюю обстановку. Сейчас появились куда более серьезные вызовы для экономики и общественной жизни. В связи с этим событием хотелось бы вспомнить, что производители и поставщики СИЗ приняли на себя первые удары пандемии и не допустили длительного дефицита так необходимых населению средств защиты весной 2020 года. Буквально за несколько дней Ассоциация СИЗ добилась включения средств индивидуальной защиты в список товаров первой необходимости, в связи с чем производители и поставщики СИЗ могли сохранить непрерывный режим работы для обеспечения производства и отгрузок продукции своим заказчикам. Более того, членские организации Ассоциации СИЗ кратно нарастили производство критически важной продукции, такой как фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства индивидуальной защиты рук и средства индивидуальной защиты глаз. Сегодня производителям и поставщикам СИЗ приходится снова перестраиваться, искать сырье и поставщиков продукции, предупреждать договора, находить компромиссы с заказчиками в очень непростой ситуации. Но уверен, что, как и в случае с пандемией, и это пройдет, а останется профессиональный коллектив, управленческий опыт, освоенные возможности и, конечно же, растущий рынок СИЗ. Напоминаю, что 6 июня начинается общественное обсуждение проекта изменений номер 2 к техническому регламенту Таможенного союза 19 от 11 года о безопасности средств индивидуальной защиты. В одном из прошлых роликов я уже рассказывал о том, что должно измениться в новой редакции документа и какое значение имеют эти изменения для российской индустрии средств индивидуальной защиты. Очень важно воспользоваться предусмотренной процедурой и внести свои предложения в текст документа. Я приглашаю всех заинтересованных лиц присоединиться к рабочей группе по изменению в технический регламент и направить свои предложения, замечания непосредственно к нам в ассоциацию СИЗ. Контакты вы найдете ниже в описании этого ролика. Подписывайтесь на наше сообщество в Телеграм, ВКонтакте и на Ютуб. Получайте информацию из первых рук. Труд, защита, безопасность. СИЗ. Получайте информацию из первых рук. ВКонтакте и на Ютуб. ВКонтакте и на Ютуб. ВКонтакте и на Ютуб.